Сейчас я работаю над видеороликом, который планирую опубликовать вечером, но увидел эту новость и решил сразу же сообщить её вам. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Это небольшое включение с важными новостями, особенно важны они, если ты из России. Вот такой законопроект появился на сайте Госдумы РФ. Он касается изменений налогового кодекса, в частности цифровой валюты на территории страны. Интересно то, что приняли его очень быстро, в первом же чтении. 17 февраля Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о налогообложении операций с криптовалютами. Налог будет взиматься с доходов и прибыли физических лиц. Также физлица, как и юрлица, обязаны будут сообщать налоговым органам о владении цифровыми валютами, если сумма поступлений и списаний за год превышает 600 тысяч рублей. Сумма будет рассчитываться на основе рыночной цены криптовалюты. Соответственно, предусмотрены и штрафы за уклонение от уплаты налога или неполные его уплаты, а также от сокровательства своих цифровых активов от налоговой службы. При этом, если ты не совершаешь никакие операции со своими криптоактивами на протяжении года, то никаких налогов платить не будешь. Пока что. Ведь планируется еще несколько поправок в этот законопроект. Об одном из них уже стало известно сегодня, и эта поправка может ужесточить законопроект, так как она предполагает снижение порога в 600 тысяч рублей. Минфин Российской Федерации готов рассмотреть предложение о снижении с 600 тысяч рублей в год порога налогообложения операций с криптовалютами. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, выступая в Госдуме. Если что, этот законопроект касается не только граждан Российской Федерации, но и лиц, постоянно проживающих в стране. Забавно, как быстро они толкают этот закон. Ведь только вчера налоговый комитет предложил его в Госдуму, а сегодня его уже приняли. Вот как нужные законопроекты принимать, так это растягивается на годы, а как что-то такое, то чуть ли вне очереди и сломя голову. Если ты из другой страны, Украины, Беларуси, Казахстана или другой постсоветской республики, не думай, что тебя это не касается и не коснется. Я уверен, если российский пример покажет эффективность, если в российский бюджет откроется новый источник поступления денег, то, скорее всего, и наши, и ваши, и остальные подтянутся вслед за Россией. Ты скажешь, лимит в 600 тысяч рублей, это же много, ты не выйдешь за его рамки. Во-первых, это лимит операции за год. Если бы хотя бы за месяц, я бы еще согласился, но за год. Это очень мало. Особенно для тех, кто плотно занимается криптовалютой, как я. Во-вторых, ожидается вторая поправка к закону, которая может потенциально еще и уменьшить этот порог. Интересно посмотреть, будут ли наши копировать такие действия российских коллег. Это было быстрое обновление, потому что только что произошло в Госдуме Российской Федерации. Напиши, что ты думаешь по этому поводу в комментариях. Кстати, надо будет сделать огромный обзор на всю эту ситуацию в России с криптовалютами. Мне кажется, это очень актуально, особенно сейчас. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если ты впервые на канале, подпишись на него. Если нет, поставь лайк. Делись видео с друзьями. Комментируй. Обязательно. Богатей. До вечера. Надеюсь, я успею сегодня все сделать. И мы еще с вами услышимся. Пока. А вообще круто устроились. Я здесь рискую своими деньгами, когда инвестирую в криптовалюту, в надежде что-то заработать. А они просто возьмут и часть моего потенциального дохода заберут. А кто компенсирует мне мои потери? Вдруг я потеряю на криптовалюте, а не заработаю? Хорошо устроились. Субтитры сделал DimaTorzok